Не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. И что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжил, как написано. Ты праведен во словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что же скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены, все под грехом, как написано. Нет праведного ни одного, нет размывающего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их – открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. В сегодняшнем апостольском чтении, которое святой первоверховный апостол Павел адресует христианам римской общины, авторам поднимается очень важная для того времени тема. Какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Из истории Древней Церкви мы знаем, что когда в церковь стали уходить язычники, христиане из иудеев требовали от них сначала принять Моисеев закон, то есть обрезаться, и только потом принимать крещение, так как считали, что исполнение закона является обязательным предварительным этапом для всех, кто хочет стать христианином. Апостол же в своем послании опровергает данное мнение. Он пишет, «Не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога». Иудеи очень большое значение придавали соблюдению обрядности, в частности, совершению обрезания, которое, по их мнению, служило исключительным знаком союза с Богом. Но ведь можно было иметь обрезание и в то же время не состоять в действительном богообщении. Для того, чтобы угодить Богу, нужна не обрядность, а чистая и добродетельная жизнь. По этой причине апостол Павел и пишет, что более важно обрезание, которое совершается по сердцу. Что такое обрезание сердца? Это не что иное, как достижение сердечной чистоты, удаление из сердца нечистых помыслов и греховных погуждений, очищение от всякого греха и беззакония. Что более важно в очах Божьих? Соблюдение временного буквального установления или вечного божественного закона? Конечно, то, что предписано Богом, Духом, а не буквой, что имеет вечный, а не временный и переходящий смысл. Когда иудеи совершали обряд обрезания, изменению подвергалась только их плоть. Но происходило ли что-нибудь при этом с их душами? Мы знаем, что только силой благодати Духа Святого человек может измениться внутренне. И вот это внутреннее изменение имеет исключительно важные значения. Согрешивший иудей, представитель избранного Богом народа, в равной степени несет наказание пред Богом, как и согрешающий язычник. Единственное преимущество иудеев по мысли святого апостола Павла заключается в том, что именно им в вере на Слово Божье. Именно они были носителями и хранителями чистоты веры в единого Бога и должны были эту веру передать прочим народам. Впрочем, такое преимущество является вовсе не некой заслугой самих иудеев. Блаженный Феофилак Болгарский пишет, то, что иудеям было вверено Слово Божие, это не столько их превосходство, сколько неизреченная милость Божья, избравшая среди прочих народов и племен потомков Авраама, дабы среди них возвещалось имя Божье. В то же время у иудеев и язычников было очень много общего, несмотря на то, что сами иудеи такое подобие старались отвергать. Первое и самое главное, в чем были схожи все земнородные, как иудеи, так и язычники, это подверженность последствиям первородного греха. Преподобный Симеон Новый Богослов замечает, когда первозданный Адам потерял одежду святости и сделался тленным и смертным, то и все люди, происходящие от семени Адамова, бывают причастны прародительского греха от самого зачатия и рождения своего. Именно тот факт, что все люди находятся под грехом, не дает права ни одному народу считать себя лучше или выше других. Помним об этом, мы не должны хвалиться своим происхождением тем, что мы родились от православных христиан. Наша похвала не в этой временной жизни, но только в жизни вечной. И зависеть она будет от того, насколько в своей земной жизни мы соответствовали высокому имени христианина. христианина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok